На Брестске недоброй скрываю, уною, что с нами дамы, и в разы в Брестске спуляю, там ей и синиться не мы. 45 лет на творческом небосклонне Брещины сияет народный ансамбль песни и танца «Сузорье». Созданный в 1973 году на базе Брестского строитреста номер 8, коллектив возглавил Вениамин Веселенко и 38 лет был его бессменным художественным руководителем и дирижером. В 1975 ансамблю присвоили почетное наименование «Народный», и вот уже почти полвека «Сузорье» собирает на свои концерты сотни поклонников. 7 лет назад звездный коллектив возглавил Сергей Борисюк. Сила и Сузорье, его люди, вот это люди в хорошем смысле фанатики. Только благодаря их труду, любви, не побоюсь слова, существует коллектив. То есть люди отработают на работах и приходят после работы заниматься. А здесь еще я от них требую, а вот так вот, а вот всяк, а там вот петь надо, а там вот играть надо. Прежде всего благодарность обыкновенным людям, которые участникам коллектива. Только благодаря их труду и то, что они приходят на репетицию, ансамбль есть. Понимаете, 40 человек – это бесплатный коллектив. Это люди бесплатно приходят. Для чего слово «бесплатно»? Вот. Ну, как можно сказать? Знаете, что коллектив у нас большой, а проблем еще больше. 43 года жизни Сузорье были связаны со столь трестом номер 8. Два года назад ансамбль присоединили к Центру культуры и досуга города Бреста. Последний раз коллектив выезжал на гастроли в 2013-м. Брещан принимали во Франции и Испании. Теперь о зарубежных турах артисты только мечтают. Вывести ансамбль, в котором 40 человек, очень трудно финансово. Но все проблемы отступают на второй план, когда коллектив выходит на сцену, чтобы творить. Поэтому почетные грамоты и слова благодарности артистам Сузорья – это лишь официальная часть признания заслуг. У коллектива сейчас нормальное, светлое будущее. Пусть оно будет наполнено творчеством, пусть оно будет наполнено новыми поисками творческими. Хороших вам зрителей благодарных, новых успехов в вашем очень нелегком, но очень нужном для нас, брещан, труде. В гастрольной афише коллектива за прошедшие годы десятки стран дальнего и ближнего зарубежья. Благодаря брещанам десятки тысяч зрителей по всему миру познакомились с белорусской народной песней. Яскравые зорки говорят об артистах поклонники и любители народной песни. И они сияют на сцене и за кулисами. Самому старшему из артистов почти 70 лет, младшим чуть больше 20. Я еще в школьные годы выступал на сцене художественной самодеятельности. В армии служба там 50 лет было, а после армии пришел, и вот где на вечеринках, где на гулянках, пел песни. А жена говорит, ты ходишь здесь и поешь, и шо бы куда-нибудь петь. Ну вот я пошел, и благодаря ей меня приняли в ансамбль. Я была в народном коллективе и осталась в Сузорье. И вот в Сузорье такая атмосфера, в которой чувствуешь себя очень комфортно, уверенно. 45 лет на крыльях песни живет творческая семья Сузорья. Сегодня коллектив – главный герой городских, областных и республиканских мероприятий. Меняются сцены, но неизменно народная любовь. Великолепные исполнители, они остались, душа народа у них осталась. Они сохранили это, и это сейчас очень чувствуется, очень приятно слушать. И, ну, в общем-то, действительно, слезы на глазах, когда вот слушаешь, и ощущаешь себя там, рядом со своими друзьями, со своими коллегами. Они великолепны, они сохранили, действительно сохранили то, что их руководитель, наш первый руководитель, Леонид Дмитриевич, вложил всю душу, весь свой талант в этот коллектив. А сегодня молодой руководитель продолжает его дело. Очень приятно, это очень достойно. Впереди у Сузорья новый творческий цикл, новые планы и новые авторы. А еще ансамбль вместе с Брестом готовится к миллениуму. У нас впереди тысячелетие города Бреста. Естественно, коллектив будет готовиться к выступлениям в концертных площадках. Также коллектив готовится. Одна песня народного ансамбля песни и танца вышла в финал тысячелетию песни о Бресте. Тоже будем участвовать. Ирина Альшова, Андрей Щербатон, Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.